Гран-при Великобритании в Сильверстон в очередной раз не подводит нас в плане экшена. Уже по пути на стартовую решетку фанаты Алонса схватились было за голову, так как пилота развернула. Но благо все обошлось без последствий и Фернандо все же стартовал. Победитель экспериментальный спринт гонки Макс Верстаппен стартовал первый и, несмотря на атаки Хэмилтона, смог удержать лидерство. Но катастрофически ненадолго. Уже на первом круге в результате столкновения Редбула и Мерседеса, болид Макса Верстаппена на большой скорости вылетел за пределы трассы и жестко врезался в отбойник. Удар был мощнейший, о чем красноречивее всего говорит состояние болида. Но к счастью, Верстаппен смог самостоятельно выйти из машины, хотя ему потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. Действия пилотов оценят специалисты, но лично мое мнение, что Хэмилтон конкретно в данном случае заслуживает более чем 10 секундного доказания. Гонка была остановлена красными флагами. Очередное странное решение, которое полностью устраивает Хэмилтона. В это время команда смогла спокойно провести замену переднего антикрыла. Насколько в принципе здесь были уместны и красные флаги, тоже вызывает вопросы. Но тут больше соглашусь, нежели нет, так как безопасность должна стоять во главе угла. Гонка возобновилась, но уже на первом месте был Шарль Леклер. Пилоту Феррари в дальнейшем на протяжении всей гонки приходилось бороться не только с преследователем, но и со своим болидом. В очередной раз машина теряла мощность. Скудери пытались решить эту проблему и временами им это даже удавалось. Но было видно, что Леклеру приходилось непросто. Несмотря на 10 секундный штраф, который Хэмилтон отбывал на Петлене, он все же смог вновь догнать Леклера и на 50 круге достаточно легко обгоняет Шарля. И выигрывает домаший для себя гран-при, чем конечно привел восторг местную публику. Но все же инцидент в начале гонки оставил довольно неприятное послевкусие. Так или иначе, главное, что все живы и здоровы. Поздравляем болельщиков Мерседес, ну и точно себе в актив может занести эту гонку лично Шарль Леклер. А это был краткий обзор Гран-при Великобритании от Live Sporting Tribune. Спасибо за внимание.